здравствуйте друзья с вами феликс и сегодня у нас 8 февраля ролик записывается после того как после просмотра вчерашнего обучения многие из вас видели его и после него мой партнер попросил разобраться с некоторыми товарами я сказал чтобы он выслал мне список по определению товаров какие брать на спрингборды и вот на этом списке мы сейчас с вами посмотрим некоторые моменты которые на мой взгляд полезно и нужно учитывать я тут выскажу свои соображения вы уже решайте сами полезны они вам или нет и так вот вот такой вот списочек вот такой список из 16 наименований выслал мой партнер без цен без цен я как только его увидел сразу тут есть две ошибки две две неточности два неверных понимания да вот на мой взгляд одна это техническая и и легко легко решить и сейчас покажу как это все делать вторая более такая ну основательная она связана вот с чем вот тут внизу я списком прямо написал что нам надо учитывать работая на спрингборде и переходя на более широкие просторы вот в торговле и электронной коммерции мы новички в основном все мы новички это не надо забывать второе даже если у нас есть какой-то опыт торговли все равно рынок сша нам незнаком тоже надо всегда помнить мы не знаем что там продается как и ну понятно да спрос предложения надо изучить второе третье точнее не раскрутив ларек нельзя создавать торговую сеть или гипермаркет это к тому во первых что еще не разобравшись со спрингбордом нам из разных динамиков советуют открывать аккаунты на амазонах и бэях банансах делать дропшиппинг и и так далее это это уже именно торговая сеть мы еще с ларьком не разобрались на этом рынке и гипермаркет ну это я такое слово употребил потому что вот в этом списке в этом списке когда его раскладываешь по полочкам он получается вот такой тут игрушки аксессуары красота и здоровье и разных и так далее тут даже по моему одно а нет тут я порядковые эти номера не исправил но это не страшно тут все вот эти наименования то есть мы сразу создаем но не магазин игрушек например вот из пяти нами наименований чтобы про прошу про штудировать да вот этот рынок а сразу вот смотрим на такой вот большой ассортимент и в поиске в анализе ну вот как вот с анализировать вот из разных категорий вот это разное она все по разным категориям где-то в 5-6 категориях проанализировать цену и сориентироваться что купить это это невозможно это невозможно следующая такая небольшая вот когда он мне прислал список без без цен сразу ребята создавайте текстовый документ и выписывайте сюда наименование товара на английском и рядом сразу суммируйте цену прибавляйте 035 что в дальнейшем легче было находить и посмотреть этот товар стоит брать или не стоит сразу написали значит наименование и цену лучше конечно ну возьмите две категории например ну не больше там игрушки и аксессуары вот не надо брать вот такой широкий разброс не надо вы будете неделю тут искать что и как оно там стоит сравнивать цены с амазоном не надо так делать и следующее вот как у меня тут игрушки мы допустим раз что-то нашли это относится к игрушкам занесли вот сюда это наименование выставили цену сразу и пошли искать дальше это это после я сделал следующее следующее вместе с ценами вместе с ценами вместе с ценами springboard вот так вот списочек себе сделали и имеете уже картину с выбранных товаров ну пусть они будут их штук 10 из двух категорий вот таким вот образом сделали и держите этот текстовый документ под рукой это давайте закроем потому что уже по нему все сказано ну сохранить пусть пока будет дальше вот с этим списком он пока у нас только на английском мы идем в google переводчик идем в google переводчик и под каждым наименованием вот этим вставляем его в переводчик переводим на русский и получаем вот такое вот полное наименование получаем полное наименование это у меня товар вот под номером 4 вот этот просто я подлиннее выбрал чтобы показать все не короткая вот это стиральная машина эти слова все нам нужны нам нужны все эти слова нам амазоне для нахождения цен и так далее вот этот вот в переводчики у меня перевелось вот так вот эти два слова не перевелись place от не перевелся и так далее остальное все вроде нормально вот сет не перевелся что мы делаем многие может не знают вот кликаем по нему по этому слову и тут выдается выбор мы видели картинку представляем что это за товар да и вот выбираем и подставляем мягкая допустим она более так мягкая или мягкий потому что это пистолет вот слово мягкий подставляем дат тоже кликаем ну в русском написание можно и это слово улучшить уже свое там что-нибудь написать но не хотите не надо и вот это уже скопировали скопировали вот это название вот так полностью и копипаст скопировать и подставили под наименование которое соответствует данному описанию это описание товара проделали все это со всеми выбранными вами единицами проделали дальше и только после этого вот когда у вас будет приблизительно вот такая вот картина с ценами с переведенными наименованиями чтобы вы под каждым словом вот видели перевод вот не надо переставлять слова из переводчика вот как он переводит по порядку пусть так и остается вот допустим это это слово означает регулируемые и так далее по каждое слово под под своим переводом после этого вот копируем уже само название до цены цена нам не нужна и начинаем смотреть что с этим товаром на амазоне мы сюда еще сейчас будем возвращаться так переводчик тоже закрываем вот он перед нами амазон вставляем все это наименование полностью и и кликаем на поиск и вот смотрите что нам выдал поиск совсем не похоже да это то что мы сейчас хотим с анализировать это вот этот вот пистолетик вот этот вот это вот игрушка соответствует этому названию картинка взята не со спрингборда с сайта их поставщика с того сайта с которого вот с этого сайта вот здесь они берут свой товар закроем сайт он нам не нужен то есть нам выдался вообще совсем другой товар да почему это произошло потому что вот здесь вот сейчас у меня карандашик не включен вот стрелочка видно вот здесь вот строчка видите по каким словам поиск амазона сориентировался и какие зачеркнул вот те которые зачеркнуты то есть эти слова тут не учтены это говорит о том что вот так вот полностью вставлять наименование неправильно неправильно что надо делать вот в этом наименовании вот переведенное у нас вот она и там playset и так далее вот полностью какое у нас ключевое слово так называемое без которого вот этот пистолетик не обойдется вот этот вот пистолетик без этого слова он теряет смысл вот это и есть ключевое слово пистолет правильно пистолет у нас ну кто не знает английский это ган то есть поиск надо организовывать именно с этого слова потом если с этим словом вы не найдете то что вам надо уже добавлять те слова которые ну второе по значению например ну стреляющий дартом да вот дарцами что-нибудь такое но по этому вот ключевому слову и правильному использованию разделов он давайте скопируем его это слово мы будем искать в разделе игрушек то есть категории игрушек вот для этого надо сразу вот раскинуть вот так вот по категориям где где этот пистолет мы будем искать поэтому мы можем полностью убрать вот это вот видите да вот здесь вот видите зачеркнуто а то что нам надо вот слова пистолетик она тоже зачеркнуто поиск нам выдал дарт 18 дюймовый игровой если вот так вот перевести то есть взял то чтобы нам совсем не надо поэтому вот это мы убираем это название вставляем слово пистолет ган и вот здесь вот здесь выбираем категорию в которой мы хотим найти пистолет то есть в игрушках вот они toys and games то есть можно и перевести я не знаю вот эта колбаска переводится или нет сейчас посмотрим но если не переводится вот здесь есть еще вот такая большая вкладка и с нее можно уже находить игрушки для поиска сейчас посмотрим да колбаска то вот она тоже переводится и ищем игрушки вот игрушки и игры то есть найти пистолетик в игрушках снова кликаем на поиск ребят я переведу обратно мне мне неудобно с переводчиком сейчас пусть сделает обратный ход и уже видим что есть более менее по похожее на то что нам надо сразу на первой странице есть пистолетики то есть мы очень легко вот да что-то похожее он по картинке если смотреть ну а ну похоже но тут чего-то не хватает в любом случае кликаем по нему это надо это тоже сейчас впоследствии покажу ну посмотрели да тут чего-то не хватает подождем пусть подгрузится сделали шаг назад стрелочкой наверху назад вот он теперь дальше смотрим ищем более подходящие тут видеть 400 страниц и всех не пересмотришь поэтому мы так предварительно кликнули на тот пистолетик который более-менее похож сейчас это покажу как как работает amazon поиск amazon на второй странице смотрим что-нибудь похожее но на третий смотрим две-три страницы они дадут результат даже с того одного пистолета вот который мы посмотрели мы можем найти то что нам надо чтобы дальше тут не листать ну давайте просто полистаем и вы увидите что даже как сказать вот мы на спрингборде видели и другие до пистолета не только вот именно тот который взяли по наименованию сразу можем просматривать и другое что-нибудь аналогичное он посмотрели там поискали ну на пяти страницах максимум не надо не надо много искать час сейчас мы найдем его еще быстрее ну все нет дальше давайте не будем идти не будем искать и вот здесь вот в самом низу посмотрите вот выбранный нами пистолет он запоминается amazon а вот тут вот этот большой список рекомендованные нам товары исходя из того что мы только что искали и вот здесь вот можно перелистывать и смотреть уже эти товары то есть возможно вот вот видите еще один пистолетик да или их тут два можно его кликнуть посмотреть тут ковбойские шляпы и так далее тут что пистолет дадет а нет это другой вот да какой-то пистолет и вот так вот постараться найти вот на всех шести страницах нету ничего такого более подходящего под это нету нету теперь давайте будем добавлять сюда слова то есть нам не выдал поиск опять при переходим сюда и и вторая такая ключевая фраза или ключевое слово вот дарт шутинг да то есть стреляющий дартами дарсами добавь давайте вот добавим вот это выражение чтобы более сузить так поиск добавим сюда и еще раз попросим вот в поиске в разделе игрушек поискать какой-нибудь пистолет который стреляет дартсами вот это что-то похожее вот да что-то более-менее похожее но давайте его тоже кликнем посмотрим отдаленно похож на похож да где-то что-то такое ждем чтобы подгрузился пусть товар полностью загрузится у вас чтоб запомнился и делаем шаг назад опять идем на ту страницу поиска ну и еще одну страничку все хватит и так вот товары которые мы посмотрели вот этот и вот этот кликаем по нему вот он открылся и уже с этого товара вот с одного вот пистолетика под ним вот такая вот опять есть есть то есть покупатели которые смотрели этот товар что еще они смотрели а это вот тут вот товары рекламируемые из этой же приблизительно категорий но которые рекламируются и вот тут уже точно можно найти более такие подходящие вот смотрите вот пистолетик вот пистолетик вот это почти то же самое да вот там с оптическим прицелом то есть круг поиска сужается вот какой-то пистолетик вон пистолет был и вот так быстренько перелистывая находим то что более подходит к нашему пистолету но это уже джинсы здесь посмотрим на рекламу что тут рекламируется в рекламе нету ничего в рекламе нету ничего вот еще тут тоже реклама то есть вот таким макаром так сказать мы изучаем эту нишу именно то что соответствует больше этому товару ну вот здесь допустим давайте еще один рассмотрим вот этот который больше нам подходил ну тоже как-то подходил тоже стреляет вон тоже дартами ну допустим не знаю у нас там был оптический прицел нет прицела нету но есть другие вот эти штучки которые приблизительно делают его в ту же цену что и этот и вот нашли увидели цену 1099 посмотрели что тут с доставкой если больше 35 но это как всегда и ну вот кстати тут внизу еще есть аналогичные допустим предложение вот тут пистолет с этим с ножом даже и вот вот так ребята то есть вы видите да вот сколько уходит времени на изучение допустим одного пистолета а если их там 16 наименований ну не сориентируйтесь точно или уже там вслепую отдавать пусть продает или если мы все-таки хотим тут чему-то научиться научиться быстренько все это делать быстренько проанализировать какую-нибудь нишу допустим категорию игрушек а охватить вот это все с четырех с пяти вот какой-то пистолет тоже охватить все с четырех пяти категорий в каждой категории по нескольку товаров это очень сложно это будет у вас отнимать очень много времени ну вот посмотрели тут 1099 ну допустим 11 вот этот пистолет аналогично стоит ну похож он очень похож на то что вот видите стреляет паренек без этого типа прицела прицел там не знаю насколько он прицельный но все-таки есть ну а у нас там есть защитные очки есть вот это что-то непонятное но тоже что-то есть вон значок шерифа есть тоже неплохой товар если сравнивать вот с этим он почти такой же тоже что-то есть у него навороченное и так далее поэтому цена допустим если нам предлагают 1099 можно ее выставлять можно ее выставлять брать товар и выставлять вот таким вот образом анализируется товар это его размер 18 дюймов 18 дюймовый товар вот перевод вот каждое слово пусть остается вот так под под ним именно перевод не надо смешивать и он 422 плюс 35 это будет 450 и выставить цену допустим за 11 один к одному тут еще одно было да кстати вопрос у меня был ребята задавали вот смотрите калькулятор я показывал фбеевский мы не знаем может это то что мы им даем пару перепродавать они к этой цене еще добавляют цену за доставку то есть если с частного аккаунта торгуется наш товар купленный со спрингборда а мы в калькуляторе видим что с fba нам невыгодно торговать значит они не с fba торгуют они торгуют с частного аккаунта и добавляют если надо цену на доставку на единицу и и вот этой вот ценой регулируют количество то есть их надо купить три штучки чтобы доставать три даже больше тут специально выставлять чтоб четыре штуки купили чтоб была бесплатная доставка а доставка 4 штук допустим 5 долларов за доставку она раскидывается на четырех участников на четыре единицы или наценка получается маленькая получается что мы взяли допустим этот товар не за 422 а за 522 или там 550 а продали за 10 чем-то все равно выгодно один к одному навар вот не знаю помог этот небольшой ролик или нет но вот такие вот соображения и еще раз ребята не надо брать из разных категорий по нескольку товаров давайте определитесь лучше с какой категории вы хотите работать и изучайте эту нишу изучайте эту категорию и через некоторое время вам даже не придется вот делать вот этот вот этот весь анализ только вы увидите товар у вас уже будет как бы в уме счетчик срабатывать да такой товар там стоит на амазоне столько допустим это игрушка или это что-то вам и не надо будет вот ходить и вот все это сравнивать потому что вы эту нишу уже знаете изучили там за неделю за 10 дней потратили некоторое время но нишу игрушек допустим для мальчиков вот тут есть допустим игрушки для мальчиков вот большая категория делится на всякие подкатегории поизучайте не по выбирайте сначала товары для мальчиков допустим в игрушках и продвигайтесь в таком плане я лично делаю так категорию свою и товары но не буду раскрывать но у меня там восемь или девять товаров которые на спрингборде есть и они универсальные скажу так они не сезонные не зависят от праздников вот что-нибудь такое подберите себе ну игрушки это тоже нормальная тема потому что ну они все время покупаются игрушки там ребенок попросил родители купили и так на этом этот урок в кавычках я это уроком не считаю просто мои наблюдения заканчиваю всем удачи всем пока с вами был феликс и ну и ну